Друзья, всем привет! Сегодня приготовим узбекскую котламу или по-другому лепёшку с мясом. Поэтому рецепт я готовлю первый раз, поэтому буду строго соблюдать все пропорции. У меня килограмм просеянной муки, килограмм фарша говядина-баранина, растительное масло, растопленное сливочное масло, картофель, лук, куриное яйцо, соль, перец, сахар и чайная ложка разрыхлителя. Начинаем! Килограмм просеянной муки. Добавляю сюда столовую ложку сахара, чайную ложку разрыхлителя, чайную ложку соли, две столовые ложки растительного масла. У меня два куриных яйца. Желтки пойдут на смазку котламы, а белки я добавлю в тесто. Вот таким образом. Всё. Так, это убираем. Теперь я всё хорошо перемешиваю и добавляю тёплую воду. На килограмм муки пойдёт, наверное, 450 мл воды. С какой целью сюда добавляют разрыхлитель, я не знаю. Наверное, всё-таки, чтобы котлома получилась не хрустящая, а более-таки мягкая. Ну, посмотрим на конечный результат. Тесто вымесила. Вот такое оно у меня получилось. Мягкое и эластичное. Убираю в пакет минут на 30. Занимаемся начинкой. Взяла большую ёмкость, чтобы было удобнее перемешивать фарш. Килограмм баранина, говядина. Вот таким образом я нарезала картофель мелкой соломкой. Так. Обратите внимание, сколько много лука. Порезала мелким кубиком. Соль по вкусу. Перчик не помешает. И всё хорошо перемешиваем. Так как это у нас лепёшка узбекская котлома, в начинку можно добавить и зиру, и кориандр. Но я этот ингредиент пропущу, так как не все в моей семье любят зиру. Готово. У меня будет 4 котломы, поэтому я начинку визуально отделю на 4 части. Тесто в пакете лежит полчаса. Я вот этот рецепт взяла в интернете. И там вот, если у меня, допустим, килограмм муки, там пропорции на 500 грамм муки. Вот такая плама получается по тому рецепту в 2 раза меньше. Для меня 500 грамм муки слишком мало, поэтому и возиться не буду. Если я что-то делаю, то беру хотя бы килограмм муки, а может быть и больше. Ну что? Делать так делать? Друзья, не спешим. Раскатываем тесто потоньше. Тесто я раскатала достаточно тонко. Светится скатерть. Теперь я беру сливочное масло и хорошо-хорошо смазываю тесто сливочным маслом. Мы придаём тесту слоёность. Значит, визуально тесто делю на 3 части. Так, вот таким образом. Вот здесь разрезали. И вот здесь точно так же разрезаю. Ну, не знаю, насколько правильно. Надеюсь, что правильно сделали. Теперь одну четвёртую часть начинки кладу и хорошо-хорошо распределяю по всему тесту. Начинку распределили. Теперь начинается самое интересное. Нам нужно эту котламу правильно завернуть. В общем, беру вот этот край, раз, завернула. Маслом сливочным смазываю хорошо. То есть мы придаём котламе слоёность. Одну сторону завернули. Теперь беру вот эту сторону. Аккуратненько-аккуратненько. Я вот таким образом раз, завернула. Точно так же смазываю сливочным маслом. Теперь берём вот эту сторону. Раз, завернули. Смазываю сливочным маслом. Вот эту сторону. Нахлёст. Ой, уже тесто прилипло к столу. Смазываю хорошо сливочным маслом. Берём вот эту сторону. Аккуратненько-аккуратненько. Заворачиваем. Вот таким образом. Смазываю сливочным маслом. Раз, вот так вот. Аккуратненько. Маслом сливочным смазываю. Беру вот эту сторону. Аккуратненько. Раз, завернула. Можно потянуть вот таким образом. Тесто растягивается хорошо. Маслом сливочным смазываю. Я беру вот эту котламу и перекладываю на противень. Визуально тесто делим на три части. И вот таким образом разрезаем. Не знаю, ровно или нет. Вроде нормально. Начинку распределили. Теперь беру один кусочек теста. Вот завернула. Маслицем смазываю. Маслицем смазываю. Маслицем смазываю. Маслицем смазываю. И точно так же, если, допустим, у вас получается неровно, тесто очень хорошо тянется. Берем и натягиваем. Беру вот этот кусочек теста. Раз. Раз. Загнула. Маслицем смазываю. Раз. Вот таким образом. Положила. Хорошо распределяю. В общем, нужно маслом смазывать каждый слой. Вот слой положили тесто, маслом смазали. Вот этот слой загибаем. Вот так вот. Раз. Аккуратненько. Хорошо. Натягиваю. Беру немного муки. Можно, конечно, скалкой раскатать, но я просто боюсь, чтобы не порвалось тесто. Рукой так вот аккуратненько. И перекладываю на противень. Вот таким образом. Переложила. Замечательно. Теперь беру и хорошо смазываю желтком. Начинку используйте любую. Конечно, в идеале взять баранину. Нарезать мелким кубиком. Или, допустим, мясо, говядина и курдюк. Но это идеальная начинка. А вообще можно использовать сыр, творог, зелень. Любую начинку. Можно курицу использовать с картошкой. Самое главное принцип приготовления вот этих лепешек. Вот и все. Все остальное это уже по желанию и по возможности. Готово. Ставлю в духовку, разогретую на 180 градусов, минут на 45. Вот такая у меня получилась котлома. Здесь, значит, вот такая корочка хорошая. Что я делаю? Укрываю полотенцем. Котлома стоит под полотенцем минут 30. Котлома приготовилась. Я ее разрезала напополам. Вот такая она у нас получилась в разрезе. Так как я добавляла разрыхлитель, котлома получилась слоеная, но не хрустящая. Вот обратите внимание. Все-таки разрыхлитель делает свое дело. Он разрыхляет тесто. Узбекская кухня всегда радует. Вот почему мы так редко готовим такие лепешки. Я эту лепешку котлому вот именно по такой технологии готовила с нее первый раз. В полном восторге. Кстати, у меня на канале уже есть котлома. Я ее делала с луком и обжаривала под крышкой на сковороде. Очень вкусная. Кто не смотрел этот рецепт, всем советую. Но вот это котлома выше всяких похвал. Слово нет, одни эмоции. Друзья, готовьте вместе с Еленой. У Елены всегда все вкусно. Сама в полном восторге от этого рецепта. Честно. Вы посмотрите. Вообще. Сколько слоев. Каждый слой. Всем удачи. Пока. Ну а мы будем кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok